Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и давайте с вами разберёмся с ранним доступом к игре Master of Orion. Ну или давайте говорить простому Master of Orion, а то с этим английским произношением не буду выделываться. Мне сейчас придётся выступать, можно так сказать, в роли адвоката дьявола, потому что очень много негативных отзывов о раннем доступе к этой игре, но они просто несправедливы. Я вам сейчас, как говорится, на пальцах всё объясню. Но начну с самого банального. Почему-то многие люди, в связи с тем, что я участвовал в стриме Wargaming по поводу выхода раннего доступа Master of Orion, обвинили меня в том, что компания мне платит деньги, поэтому объективного обзора игры от меня вы не дождётесь. Когда мне платят деньги за обзоры каких-то игр, я вам об этом прямо говорю. И я с рекламодателями со всеми об этом заранее договариваюсь. Мне не настолько нужны деньги, чтобы подобным заниматься. Да я думаю, вы и сами услышите, если я не буду объективен. Так что, пожалуйста, отнеситесь к моему мнению непредвзято. Во-вторых, я уже делал обзоры на игры, доступные в раннем доступе. Так я, например, рассказывал о седьмых героях, поиграв в них в раннем доступе. Рассказывал о Galactic Civilizations 3 ещё за год до выхода этой игры и даже играл в сетевую игру. Кстати, я и в Master of Orion сыграл сетевую игру, тоже планирую позже её выложить, чтобы вы посмотрели. И в тех играх тоже много чего не было. Разница просто в том, что Wargaming популярная компания, очень известная. Master of Orion это бренд давнишний. Поэтому у многих очень большие ожидания. И когда они запустили вот Master of Orion в том виде, который он имеет сейчас, то почему-то у многих людей не получилось сделать скидку на ранний доступ. Поймите, простые вещи. Игра ещё даже не имеет даты релиза. То есть даже неизвестно, когда она выйдет. Игры выходят в ранний доступ для двух вещей. Либо попытаться за счёт новой свежей концепции собрать деньги на продолжение разработки игры. Что в случае Wargaming, которые в прошлом году полмиллиарда выручки получили, думаю, не имеет никакого обоснования. А во-вторых, собрать отзывы от игроков, которые поиграют в эту ранний доступ. И понять, как действовать дальше. Я разговаривал с людьми, которые будут заниматься распространением Master of Orion. Я их тоже спросил. Ребята, у Wargaming куча денег. Почему вы продаёте ранний доступ? На что мне совершенно рационально и прагматично ответили, а что мы должны его раздавать бесплатно? Никто вам не будет давать эту игру бесплатно смотреть. Но тут надо понимать, что купив игру в раннем доступе, вы, во-первых, получаете коллекционные издания, а во-вторых, сразу доступ к обычной версии игры. Мне сразу сказали, что у Master of Orion не планируется никаких DLC, дополнений. То есть заплатив эти деньги, вы в итоге получите уже полную игру, когда она выйдет. Другой вопрос, и в этом и идея моего обзора, надо ли вам, собственно, эти деньги тратить. Я попытаюсь вам это рассказать, опять же, объективно. Потому что на данный момент, конечно, игра не является полноценной. Тем не менее, с технической точки зрения, Master of Orion замечательный. У меня не было ни одного вылета. Один баг только встретился, и то в сетевой игре. Сетевая игра, кстати, держится бодрячком. Вот мы играли на четырех человек. Ни лагов, ни каких-то проблем. Правда, в сетевой игре нет еще тактического боя, потому что, опять же, разработчики говорят, что они будут его дорабатывать. И будут думать, чем заменить паузу. Но с технической точки зрения, уже сейчас игра выглядит замечательно. Особенно по сравнению со вторым XCOM, который одновременно вышел. Тут все очень хорошо. Собственно, надо добавить самой игры. А в игровом плане проблем много. Но дело в том, что, опять же, основа для получения замечательной стратегии и даже тактики очень хорошая. Сюда надо просто добавить умный искусственный интеллект, потому что сейчас его просто нету. Ну, там даже не дают выбирать уровень сложности. Там он единственный, доступный, и он откровенно никакой. Надо добавить баланса. Даже в генерации карт проблемы есть. Вот, например, в сетевой игре так сгенерировалось, что втроем в одном месте галактики круглой и один чувак в другом. Хотя, казалось бы, что сложного раскидать четверых в одинаковые, ну, на одинаковом расстоянии. Здесь нету многих механик, которые ощущаются, что они еще будут. Нету шпионажа, нету половины раз, по-моему. Нет, шесть раз есть, еще четыре должны быть. В общем, игра просто ощущается пока пустой. Но основа есть. Давайте я пройдусь по тем претензиям, которые к ней люди предъявляют. Кстати, вот давайте я ради интереса вам покажу отзывы на Стиме, чтобы вы почувствовали, как прикольно разработчикам их читать. Вот посмотрите, заходишь на страницу отзывов об мастеров Райан, да, в Стиме, и не рекомендую, не рекомендую, не рекомендую, не рекомендую, не рекомендую. То есть сплошное вообще не рекомендую. Прям ощущение, что ранний доступ не удался. Но потом смотришь так, как у меня русскоязычный Стим, соответственно, мне показывают только отзывы на русском языке. А давайте-ка мы переключим на английский, что получится. Опа, тут уже есть рекомендую, два не рекомендую. И, в общем, знаете так. И при этом те, которые не рекомендую, они, знаете, такие в том плане, что я вам пока не рекомендую. То есть народ соображает, что это только ранний доступ еще. И вот, кстати, я вам просто хочу показать. Вот XCOM 2, да, правда, 10 тысяч обзоров, 75% положительный. Собственно, то же самое и Master of Orion, 75% положительный. Правда, 663 обзора, но понятно, что с ранним доступом вряд ли было бы 10 тысяч. Просто люди понимают, что это ранний доступ. Я вам пытаюсь это донести. То есть к раннему доступу надо совершенно по-другому относиться. Вот если бы это вышло уже релиз официальный, то ваше вот это возмущение, оно было бы справедливым. Но на данный момент это не так. Ну и, конечно же, если бы в игру был встроен 2GIS, каталог и справочник организации с картами городов, то вы могли бы сразу найти Orion на карте галактики, выяснить, в какую кафешку лучше заглянуть, и какой у нее режим работы. Но пока 2GIS в игру не встроен, зато есть бесплатные версии под вашу платформу. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте 2GIS, если быть точным. Ну, больше всего претензий, конечно, по поводу тактического боя. Мол, мы любим пошаговые стратегии, тут должен быть пошаговый бой. Ребята, я в первую очередь жду от мастера Ориона, Мастер Орион хороший онлайн-мультиплеер стратегии. К сожалению, тактические пошаговые бои в пошаговых стратегиях убивают игру между людьми. Пока более-менее вменяемый тактический бой сделан в серии Endless, то есть вот в Endless Legend. Ждем еще, что они сделают в Endless Space 2. То есть 6 раундов. Перед каждым раундом вы отдаете приказания своим юнитам, потом эти приказания выполняются, и опять отдаете приказания. Тем не менее, даже такой вариант на максимально быстрой анимации занимает минут 5-6. Ну, это когда много юнитов, естественно. Я по максимуму говорю. И, естественно, это для мультиплеера не есть гуд. То есть не хватает динамики. Тот вариант, который сейчас есть в Мастеров Орион, именно идея, мне лично по душе. То есть это рилтайм, но при этом такой медленный рилтайм, который дает возможность подумать, что делать, как перемещать корабли. То есть плавно, у вас есть время на размышления, но при этом и другие игроки не засыпают в ожидании того, как вы подеретесь. Что вы там пойдете кофе попить, на суп поковыряете, еще что-нибудь сделаете. Да, это не пошаговый режим, но это, по-моему, хорошая альтернатива, которая не заставляет вас быстро кликать, быстро перемещать юнит. Из этого проистекает другая претензия, с которой я согласен. Сейчас нету физической модели повреждений, нету особой разницы, в борт вам будут стрелять, в корму, каким боком вы поворачивались. Хотя, на самом деле, есть, потому что некоторое оружие стреляет только вперед, например, а не во все стороны. Но, я повторюсь, мне кажется, что это пока. Невозможно все, что вам все это в игру всунут, и куда она будет дальше разрабатываться. То есть вам, вы уже хотите прям финальную версию. То есть я действительно жду в тактическом бою, что я, например, могу построить много маленьких, дешевых, но вертлявых кораблей, которые с успехом будут разносить огромный линкор, начиненный крутым оружием, но который просто не сможет успевать поворачиваться за ними. Пока, конечно, тактические бои выглядят несколько нелепо. Например, монстры просто вокруг своей оси могут крутиться, нету инерции, нету ощущения инерции просто в корабле. Но еще раз, вы сбрасываете это все на альфу-версию, да, ранний доступ. Представьте, как это может быть. Я считаю, что абсолютно правильная идея вот с такими медленными, но в реал-тайм тактическими боями. И это еще будет дорабатываться. Удивительны мне претензии к технологическому древу. Мол, технологическое древо сперли из цивы, и верните нам рандомное технологическое древо, которое было в оригинальном мастере в Фарионе. Но это просто уже притянуто за уши откровенно. Неужели вот из моих зрителей кому-то реально хотелось бы, чтобы ему в случайном порядке выпадали технологии, которые он может дальше открыть, а не так, чтобы он мог исследовать древо и примерно себе представлять, куда ему двигаться. Может быть плохо, что не придумали оригинальное дерево технологии. Вот знаете, как в Beyond Earth есть сетка технологий, хотя она тоже, по-моему, из Endless Space взята в Endless Legend, такие пупырки технологии, которые открываются с новой эры. Но меня лично устраивает, что в Мастер оф Орион взяли такую проверенную временем дерево технологий. Очень много претензий по поводу того, что разработчики этого Мастер оф Орион изменили по сравнению со вторым Мастером оф Ориона. Я уточню, вообще было до этого три части Мастеров Орион, но в данном случае Wargaming и их аргентинские подопечные брали за основу Мастер оф Орион часть 2. Но все эти претензии из серии, знаете, нравятся, не нравятся, потому что часть претензий основывается на том, что какого фига вы изменили то, что было в Мастер оф Орион 2, это от аутфагов, и часть претензий от ньюфагов, которые, которым не нравится что-то, что реально было прикольным в Мастер оф Орион 2, сейчас это оставили в этой игре, и народ этим возмущается в некоторых местах. Я, с одной стороны, понимаю тех и других, но я всегда оцениваю игры с точки зрения интересно играть или неинтересно. То есть, вот если меня что-то раздражает в игре, что-то меня не устраивает, тогда я и высказываю критику по этому поводу. Я никогда не буду оглядываться на старые части игры просто для того, чтобы сравнить. Я могу оглянуться и сказать, что вот это все-таки было лучше. Так вот, в случае Мастер оф Орион 2 и новой части, да, там прикольно было все-таки, что у рас были определенные перки, которые ты мог набирать как бы дополнительно. Они действительно были как перки вот типа в Фоллауте, то есть, не просто способности, как вот сейчас. То есть, у нас там сейчас есть, например, у Псилонов плюс 50% науки от жителей на планетах, а в Мастер оф Орион 2 ты мог еще кое-что набрать и плюс еще получить штрафы. То есть, на самом деле, система была больше похожа на то, что сейчас в Endless Legend и Endless Space, где у нации есть какие-то определенные способности, но есть и определенные штрафы, минусы. И это, конечно, было более интересно и разнообразно. Но опять же, повторю, по-моему, не проблема это все прикрутить. Самое главное, чтобы был баланс. И пока вот в игре в сети даже сейчас уже баланс какой-то чувствуется. Особенно в технологиях, в развитии рас что-то интересное проглядывается, потому что вы не можете бездумно все подряд планеты заселять. У каких-то рас есть склонность к планетам, например, болотным, плюс еще должна быть гравитация определенная. Есть нормальная гравитация, а некоторые расы нравится высокая гравитация, каким-то низкая, например, Псилоном низкая. Каким-то нравится там Маршанам нравятся пустынные планеты. Именно нравится. Это не просто вот в Циве, что ты родился, ты играешь за Марокко и ты родился в пустыне. Нет, в данном случае тебе именно на этой пустыне бонусы будет давать. То есть ты должен желательно заселять те планеты, которые выгодны твоей расе. Проблема на данный момент в том, что это особо не сильно влияет на игру по-хорошему. Но я думаю, что разработчик опять это будет все усиливать и играть будет становиться интереснее, будет больше вариантов развития. Пока же, конечно, все выглядит так, что ты должен просто заселять все подряд планеты по максимуму. Это даст тебе больше производства и ты, соответственно, всех вынесешь. А когда все-таки вот эти проблемы с планетами перерастут в проблемы с развитием, тогда будет уже интереснее. Очень много почему-то негатива по поводу стиля игры, но мне визуально игра нравится. Она очень много взяла от Мастеров Райан 2, на самом деле. То есть, расы практически один в один перерисованы, только более в высоком разрешении. А перетягивание этих пупсов за шкирку на экране управления планетами, по-моему, вообще офигительная придумка, потому что микроменеджмент становится, конечно, проще, я согласен. То есть, стратегия немножко уменьшается, но, опять же, если мы говорим про мультиплеер-стратегии, про игры онлайн, это очень хорошая придумка. Ты быстрее можешь все расставить на своей планете, и у тебя больше будет размышлений по поводу, куда там флот перекинуть, что еще сделать в своей империи, тем более, что пока выглядит так, что планет будет много всегда. Меня несколько смущает, конечно, варианты битв, потому что пока выглядит так, что возвращается стек оф дум, то есть, большое количество юнитов на одной клетке, чем словно была цивилизация до пятой части. То есть, вы строите много кораблей, собираете их в одной клетке и идете их выносить соперников, тем более, что тут как бы именно самих клеток по минимуму. И это не очень хорошо, конечно, в плане тактики, не очень интересно, но есть, опять же, возможности этого избежать. Например, сейчас в игре есть ограничения по поводу содержания флота, то есть, так называемые командные очки. Каждый корабль в зависимости от типа стоит какое-то определенное количество командных очков. И когда в сумме ваши корабли превышают какое-то определенное значение, то содержание флота начинает стоить ощутимые деньги, и вы начинаете в минус уходить по деньгам. То есть, вы либо строите какие-то здания, которые будут давать вам командные очки, либо там технологии открываете, либо, соответственно, улучшаете свою экономику, там, налоги повышаете и так далее. Так вот, точно так же, например, в Galactic Civilizations 3 или, опять вспомним, об Endless Legend, есть параметры, которые ограничивают количество кораблей в одном флоту. В Master of Orion этого на данный момент нет, но я не вижу какой-то проблемы это ввести, чтобы в одном один флот не мог содержать там какое-то определенное количество кораблей. Потом вы этот параметр как-нибудь можете увеличивать за счет технологий или за счет еще каких-нибудь строений. То есть, опять же, это решается все. И вот для этого выпускается ранний доступ, игра в раннем доступе, чтобы вы могли написать обо всем этим, обо своих предложениях разработчикам, и они уже могли это ввести в игру, сбалансировать и так далее. Ну и, конечно, сейчас, игра против компьютера да и против человека, игра выглядит несколько пустоватой. То есть, вот нету ощущения этой движухи, как есть там и в Циви, и в Endless Legend. Но это, еще раз повторю, проблема раннего доступа. Тут очень многих механик просто еще нету, они не включены. Ну и хочется в это верить, конечно. Так что, лично я оптимистично смотрю на дальнейшее развитие, и что меня больше всего волнует, это, конечно, вменяемый мультиплеер в игре. Вменяемым будет, в первую очередь, если будет баланс, во вторую очередь, если сделают, наконец, нормальное лобби, нормальный подбор игроков и так далее и тому подобное. Вот теперь вы можете писать в комментариях свои соображения по этому поводу, свои впечатления и чего вы все-таки ждете от этой игры. Ну а адвокатом дьявола был Леша Халецкий. Раз вы досмотрели это видео до конца, видимо, оно вам понравилось, так что не забудьте поставить лайк и поделиться им со своими друзьями. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры.